18 октября это особенная дата в календаре Верхневолжья. Именно в этот день начал свое вещание телеканал Тверской проспект. За прошедшие 25 лет он превратился в мощный медиахолдинг, который постоянно развивается, радует телезрителей новыми проектами. Роман Быков расскажет о настоящем нашей телерадиокомпании. Смоленский 29, в портонародье рюмка. Когда-то это здание было известно только тем, что оно являлось первой высоткой в нашей области. Однако уже 25 лет, как оно у всех, ассоциируется с самым крупным медиахолдингом Верхневолжья. ТРК Тверской проспект. На сегодня медиахолдинг включает в себя три телеканала, шесть радиостанций, рекламное агентство, а также информационный интернет-портал. Неудивительно, что у ТРК Тверской проспект заслуженное лидерство в регионе по количеству и качеству производимых программ. Среди них есть и те, что заслуженно стали классикой. Например, выпуски новостей. Один из первых продуктов телеканала. Они и сейчас очень востребованы у телезрителей. Или патрульная служба. Ее неизменно ведет Ирина Чекунова, которая при этом всегда старается привнести что-то новое, оставляя и то, что заслуженно полюбилась телезрителям. Новые выпуски, специальные выпуски патрульной службы, где более подробно рассказываем о каком-то конкретном заинтересовавшем жителе Твери преступлении или событии, криминальном событии. И у нас в программе по-прежнему наши телезрители увидят очень много эксклюзивных кадров. Вместе с тем на Смоленском 29 постоянно генерируют новые проекты. Более того, растет количество телеканалов в составе медиагруппы. В первую очередь речь о Тверском проспекте регион. Сетка вещания полностью составляется самостоятельно. А значит, можно формировать какой угодно контент. Например, показывать в прямом эфире спортивные соревнования. Тем более, что с нынешней осени большой хоккей снова вернулся в нашу область. Отчего стоят прямые трансляции с общенародных праздников. С техническому директору Виктору Наумову особенно запомнился визит патриарха в Сея Руси на Селигер. Ведь мало того, что пришлось везти людей и оборудование за десятки километров. Так еще и весь день лил дождь. Нам, по сути дела, под открытым небом выдали площадку. Мы не могли оборудование поставить там где-то в храме, где-то еще. Это было запрещено. Поэтому была палатка, и вот это была сложность. Оборудование очень дорогое. Ладно, вышло бы оборудование, но еще и плюс самой трансляции не было. При этом аудитория телеканала Тверской проспект регион в самое ближайшее время станет заметно больше. Телеканал Тверской проспект регион. Телеканал, который имеет статус обязательного общедоступного телеканала Тверской области. И уже с декабря этого года программу телеканала Тверской проспект регион можно будет видеть в эфире общественного телевидения России. А это значит, что программы телеканала Тверской проспект регион будут доступны в цифровом эфире на девятой кнопке. Что касается радиокомпоненты, то и здесь многое изменилось. Добавляются новые станции. Традиционно делается ставка на топовый продукт, в частности, Хит-ФМ и Радио Монте-Карло. При этом программные директоры даже немного вздыхают. С современным диджеем работать с компьютеров намного проще, чем им с сотнями компакт-дисков когда-то. Когда человек стол заказывает, звонит, заказывает песню, а потом в момент общения он передумывает и говорит, что я хочу другую песню послушать. И вот здесь как раз уже включается быстрота мышления. Находишь этот компакт-диск, ставишь его, никакой тишины в эфире, естественно, не должно быть. При этом руководство медиахолдинга понимает, нельзя игнорировать такой важный ресурс, как интернет. Именно поэтому Тверской проспект запустил канал Панорама ТВ. Так что теперь не нужно устраивать серфинг по новостным сайтам. Мы в дальнейшем будем держать нос по ветру, брать на вооружение все новации, отмечает главный редактор ТРК Дмитрий Нечаев. Мы, конечно, стараемся всегда быть на шаг впереди. И уже мы сейчас предлагаем нашей аудитории очень интересные решения и варианты подачи информации. И, конечно, в дальнейшем мы будем стремиться к тому, чтобы информация была более оперативной и более удобной для восприятия. Четверть века — это без ложной скромности достижение, учитывая непростые реалии работы бизнеса в нашей стране. Причем не просто 25 лет работы, а успешного развития. Неудивительно, что медиахолдинг Тверской проспект на праздничном вечере поздравляли представителей всех уровней власти. Я с большим удовольствием вас поздравляю, желаю вам счастья, удачи, чтобы за пределами Верхней Волочи и Тверской области смотрели наш канал, знали и гордились Тверской областью. Персональное приветствие прислал губернатор Игорь Руденя. Уважаемый Игорь Александрович, поздравляю вас с 25-летием со дня основания медиахолдинга Тверской проспект. С первых дней творческий коллектив компании вышел за традиционные рамки вещания, предложил зрителю новый формат подачи информации. Желаю вам реализации творческих планов и новых успехов в труде на благо Тверского региона. Конечно же, медиахолдинг Тверской проспект приехали поздравить и столичные партнеры. Коллеги показывают высокий профессионализм, работая с этим форматом, как и в области эфира, так и в области продвижения этого эфира и в принципе бренда на территории города. 25 лет – это только начало, это большой трамплин, большие дела, поэтому хочется пожелать долгого длинного творческого пути и обязательно реализации всего задуманного. Дверь родины Михаила Круга, она считается колыбелью, скажем так, отечественного современного шансона. Спасибо холдингу Тверской проспект за то, что вы с нами уже 16 лет. С Игорем Александровичем уже с 98-го года осуществляется сотрудничество, да? Ни Игорь Александрович, ни мы марку не опускаем, наоборот набираем, скажем, годом все больше и больше оборотов. Игорь Александрович, с праздником вас так держать, поздравляем. Ну а руководство ТРК Тверской проспект не сомневается. Медиахолдинг и дальше будет успешно развиваться. И отметит еще не один юбилей. Современная медиасфера – это очень сложная, динамично развивающая система, которая постоянно заставляет нас искать новые решения и подходы, нередят новые технологии. Это касается и контента, и технического оснащения. Все это необходимо для того, чтобы быть востребованными нашей аудитории и прочно удерживать флагманские позиции на рынке средств массовой информации. Мы всегда стремимся быть на шаг впереди. Как говорила героиня книги «Алиса в Зазеркалье», нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на месте. А чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Это правило сегодня в полной мере применимо и к процессу создания современных СМИ. Мы с уверенностью смотрим в будущее. А залогом этому служат четвертьвековой опыт работы в медиасфере региона, современное техническое оснащение и высокий творческий потенциал медиахолдинга «Тверской проспект». Продолжение следует...